Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа создавать праздничное настроение другим. Но на этой неделе именно они принимали поздравления и подарки. На торжественном собрании в Дворцово-Парковом ансамбле 35 лучших работников отрасли получили заслуженные награды, в том числе и от отраслевой профсоюзной организации. С ее руководителем Михаилом Жукевичем встретились наши корреспонденты и узнали, как профсоюз поддерживает этих людей и как планирует развиваться. Михаил Григорьевич, сколько человек сегодня задействовано в сфере культуры в Гомельской области? 14,5 тысяч членов профсоюза, из них 9-800 это члены профсоюза работников культуры. Среди них 700 человек учащиеся и 230 человек это пенсионеры, которые на сегодняшний день работали в нашей отрасли, ушли и остались в нашем профсоюзе. Все остальные, по-моему 9 с небольшим, это работающие люди, которые работают в нашем профсоюзе. Это работники культуры. Ну здесь, конечно же, понимаете, наш профсоюз, он такой многогранный. Я когда-то, когда пришел только, вот мы считали, сколько различных специализаций, специальностей есть в нашем профсоюзе. Вот до 50 мы дошли. Вот это да, но вообще 10 тысяч, практически 10 тысяч человек в Гомельской области имеют отношение к этой сфере. Чем она специфична, как считаете? Ну я думаю, что, наверное, человек рождается с этим словом. И человек уходит тоже с этим словом, потому что, ну понимаете, любые праздники, любые мероприятия, которые проходят без культуры, как говорится, на сегодняшний день, ну у нас, наверное, ни одно мероприятие в городе, в области, в республике не проходит. Песни строить и жить помогает. Так точно. Поэтому, вы понимаете, интересно, я вижу, что люди очень интересные в нашем профсоюзе. Вот, ну конечно же, со своим эго, со своим я. Почему? Потому что у нас, например, родные артисты. Люди творческие? Творческие, причем высочайше творческие, да. Вот, и просто так, говорится, подойти, сказать или подойти что-то, это сложно. Ну и, конечно, есть и обыкновенные, простые, рабочие, которые работают сегодня и уборщиками, которые работают сегодня костюмерами, которые работают сегодня библиотекарями, которые работают сегодня обыкновенными преподавателями музыкальных школ. Все это большая семья работников культуры. Понятное дело, в областном центре условий побольше для развития этого направления, и учреждения, да и финансирования больше. А вот что касается культуры в небольших населенных пунктах? Вы знаете, я когда-то давным-давно, будучи депутатом Палаты представителей, я это взял и проанализировал поступление детей из сельских школ, из городских. Я это делал еще, когда работал с секретом комитета комсомола Гомельского государственного университета. Вот как учатся сельские дети и как учатся городские дети. Так вот на первом и втором курсе городские гораздо лучше, сельские догоняют. На третьем курсе они уравниваются. А четвертые и пятые практически уже, потому что у них есть тяга, у них есть вот... То есть они пришли к чему-то новому, они увидели больше доступ к библиотекам и так далее. Так и здесь. В селе, да, условия может быть не те, но специалисты, они стараются. И те же лауреаты фонда президента, как в городках сегодня, так и в нашем колледже искусства Соколовского есть. Те же победители конкурсов международных музыкальных, как сегодня в сельской музыкальной школе, так и в нашей городской музыкальной школе. То есть, другими словами, условия не всегда важны, хотя и сегодня они тоже подтягиваются. Конечно, все зависит, конечно же, от специалистов, которые на сегодняшний день делают ту или иную работу. Если человек предан этому делу, вопросов никаких не будет. Если сегодня библиотекарь предан своей работе, заезжаешь в библиотеку, там есть подписка, начиная от нашей районной газеты и заканчивая всеми российскими изданиями. То есть, находят эти и средства, находят и этих меценатов, спонсоров и так далее, для того, чтобы сделать эту подписку. Почему? Потому что это их работа, это их, наверное, ну, это их жизнь. Михаил Григорьевич, знаю, что на этой неделе вы еще в отпуске, и тем не менее, большое количество мероприятий, связанных с профессиональным праздником, не смогли оставить вас дома и с домашними делами. Как прошел профессиональный праздник у вас и у ваших коллег? Ну, я вам скажу, что во всех районах, например, проходят, хоть маленькие, но какие-то торжественные мероприятия. Все, буквально, практически все районы подали нам заявки на поощрение тех или иных своих работников, будь то работник библиотеки, будь то музыкальной школы или же киновидеообъединения. У них, понимаете, что самое главное, что у них у всех есть свои профессиональные праздники. Есть праздник библиотеки, есть праздник музеев, есть праздник кино, есть праздник других, но их всех объединяет праздник культуры. Что ж, пусть большее из задуманного сбудется. Спасибо за интервью и до новых встреч в эфире «Беларусь-4». Спасибо.